Сейчас будем говорить о компании как инструменте для достижения личных целей сотрудников. Если, например, компания Corus Consulting вся соберется целиком в этом зале, то она его наверняка полностью заполнит. И вот представьте, как тут тогда выстраивать отношения. Ну что же, от принципов, которые вот в этом деле сильно помогут, прямо сейчас нам расскажет председатель совета директоров Corus Consulting Александр Семенов. Александр, прошу на сцену. Ваши аплодисменты. Всем привет. Очень приятно вас всех здесь видеть. И я буду сегодня рассказывать о том, почему я считаю, что компания может быть инструментом для достижения личных целей сотрудников. И, наверное, два слова я скажу о себе, потому что это важно понимать. У меня такая уникальная в определенном смысле судьба. Потому что я пришел в компанию наемным сотрудником. У меня не было подчиненных. И как-то так сложилось, что за последние 14 лет я стал основным собственником, и я стал управлять этой компанией. Поэтому, в принципе, я могу, в зависимости от того, кому что интересно, выступать с разных ролей. И вот цель моего доклада состоит в том, чтобы рассказать, может быть, о своем опыте, как вот я чувствую компанию, почему для меня лично компания является инструментом для достижения моих целей. Но вот, может быть, чтобы мне было совсем проще рассказывать по поводу аудитории. Вот кто здесь является собственником бизнеса? Поднимите, пожалуйста, руки. Достаточно много. А кто генеральные директора? Тоже достаточно много. Поэтому целевая аудитория, потому что я хочу рассказать все-таки глазами сотрудника, но с другой стороны, глазами того человека, который сейчас одновременно выступает собственником. Я не знаю, у кого какая была судьба, но я, например, вот раньше, когда работал, я всегда вот я открою свой бизнес, у меня будет свой бизнес, но почему-то у меня вот не получилось этого сделать. То есть я не основывал компанию с самого нуля. Я в нее пришел, когда она уже была. И поэтому для меня вот этот тезис, что компания может быть инструментом для человека, он, наверное, самый настоящий, потому что мне компания дала очень много и сделала так, что для меня, несомненно, это так. Поэтому я буду одновременно с двух ролей рассказывать. Я буду рассказывать и как человек, который владеет бизнесом, и как человек, который являлся наемным сотрудником внутри этого бизнеса. Но я не был основателем этого бизнеса. Это очень важный момент, поэтому вы, когда будете меня слушать, вы можете с разных сторон на эту картинку смотреть. Что еще важно, что вот то, что вынесено здесь в заголовок этой презентации, это является частью миссии компании, которая в свое время является частью стратегии компании. То есть вот этот тезис, он официально транслируется как внутрь, так и вовне. И для нас это очень искренняя вещь. Мы долго это формулировали. И вот эта формулировка, она вмещает в себя очень много. И лично для меня является очень-очень важной историей. Еще очень важно, что мы являемся, наверное, одним из крупнейших пользователей Bittrex, как компания. Вот все те 900 человек, которые в компании работают, они все работают в Bittrex. Поэтому вот эта конференция, это тоже проявление того, как инструменты могут помогать тиражировать, с одной стороны, ценности, которые есть в компании, а с другой стороны, помогать ей управлять эффективно. Я специально в самом начале дал вам вот эти тезисы, чтобы вы все, что я говорил, воспринимали контекстно, а не абстрактно. Вот такой вопрос. История одного сотрудника. Идеальный сотрудник, кто он такой? И почему я хотел бы об этом поговорить? Потому что войти, наверное, как ни к какому другому бизнесе очень трудно удержать людей чем-то. То есть если у вас есть, ну, допустим, талантливый разработчик, он потом стал руководителем проектов, потом он начал работать с клиентами, у него появилась своя клиентская база. В принципе, ситуаций, когда команды встают и уходят, их очень много. И вот, наверное, проблема, которую я хочу сформулировать, как сделать так, чтобы вот такие талантливые люди, чтобы они продолжали работать в компании и продолжали работать долго. Почему я считаю, что работать долго – это хорошо? Вот я лично. Потому что вот мой опыт показывает, что раньше, чем за три года, вообще невозможно какой-то результат показать серьезно. Потому что первый год ты присматриваешься, потом какие-то ожидания. И вот первые результаты, они настают через три года. И для меня всегда показательно, сотрудник работает больше, чем три года или нет. Потому что если да, то тогда получается, что как раз компания и становится для него инструментом долгосрочным. То есть ему выгодно работать, потому что есть вот этот фит между компанией, ценностями, и это взаимовыгодно. Если меньше трех лет, то, скорее всего, они просто друг другу не подходят долгосрочно. Но сейчас все очень быстро меняется, мы еще об этом поговорим. И меняются поколения, меняются принципы. Но для меня это важно. Делает много. То есть что значит? Это значит, что у него есть результаты, которые можно потрогать руками, и можно сказать, что он сделал это, он сделал это, и это является результатом его труда внутри компании. Сам развивается. Есть очень много людей, которые не хотят развиваться. Если они не развиваются, может быть, они делают какую-то функцию хорошо, но поскольку мир меняется, постоянно появляются новые вещи, новые технологии, я считаю, что без развития ну очень тяжело оставаться эффективным. Невозможно. Вот с моей точки зрения это невозможно. И при этом еще этот человек развивает компанию. То есть он сам развивается, развивает компанию, делает все это долго. Вот возникает вопрос, вообще бывает такое или нет. Вот я считаю, что такое бывает. И на примере того опыта, который есть там у нас, я считаю, что не просто бывает, но этот опыт, его можно тиражировать, и есть некие лайфхаки, так скажем, или инсайты для того, чтобы придумать, как это можно делать. По поводу компании я уже говорил. То есть компании достаточно много уже лет. То есть 18 лет, оборот порядка 4 миллиардов рублей, 900 сотрудников, 25 направлений бизнеса, один из которых это битрикс, а другие как бы не битрикс. И при этом получается, что много офисов, бизнесы в разных странах, и все это развивается вместе. Я работаю в компании практически с самого основания, но тем не менее нет. То есть компании было уже 4 года к тому моменту. И что хорошо, что я прошел вот эти все фазы, а сейчас я еще выступаю в роли инвестора, потому что есть там порядка 10 продуктовых стартапов, потому что мы все-таки не продуктовая компания. Это, кстати, еще одна очень интересная тема, что если компания продуктовая, ну, например, битрикс – это продуктовая компания, это настолько как бы великий продукт, что у людей есть сопричастность к продукту. Особенно, когда у вас 5 миллионов пользователей во всем мире, это очень крутая мотивация. То есть ты сделал, и 5 миллионов человек используют твой продукт. Но я могу сказать, что таких компаний мало. Я могу предположить, что большинство тех, кто здесь сидит, это не продуктовые компании, это компании, которые вокруг платформы делают консалтинг, делают проекты. И вот проблема удержания людей, проблема развития людей в таких компаниях, она очень тяжелая, потому что все компании похожи друг на друга. Выделить жесткие какие-то конкурентные преимущества достаточно тяжело. Я не говорю, что это невозможно, но это проблема. И вот на этом конкурентном рынке, когда у вас нету продукта, который держит как цемент вокруг себя очень много, вам тем не менее необходимо решать эту задачу. И выступая как инвестор вот в этих продуктовых стартапах, я еще и с другой стороны на эту картинку посмотрел. То есть как сделать так, чтобы команда, которая формируется вокруг основателя, у которого очень много огня внутри, тем не менее, чтобы они долгосрочно развивались вместе. Что происходит? На самом деле сейчас мир очень сильно меняется. Если раньше можно было говорить о том, что сотрудник приходит, вот компания, это для него дом, надо проработать в компании как можно дольше, то сейчас это не так, потому что есть внешние факторы, которые очень сильно все меняют. Вот эта экономика шеринга, когда мы можем не пользоваться, а взять, не понравилось, перешли в другой сервис, машину не надо покупать, все как сервис. Это очень сильно меняет майндсет, то, что называется, и люди просто и в работе начинают мыслить по-другому. Работа в любое время, в любом месте, вы не привязаны к конкретной точке, вы путешествуете, и у вас есть возможность выбора, то есть где вы, с кем вы. Вы можете одновременно работать в нескольких компаниях, об этом на самом деле никто и не узнает, но потому что инструменты, вот работая, они очень сильно изменились. Неограниченный доступ к информации, и что интересно, что IT, конечно же, сейчас выступает основным драйвером вот этой новой экономики и огромный спрос на персонал. То есть, несмотря на то, что был озвучен тезис сегодня, что если персонал все время нужен, то что-то не то, в IT это не так, потому что мы видим огромный спрос, и я считаю, что проектов на рынке больше, чем квалифицированных людей, которые могут их сделать. И, конечно, вот сейчас уникальный момент для нас, для всех, потому что прямо идет рост, лидеры рынка делают ставку основную на IT. Вот все эти факторы, они сильно влияют на то, а почему конкретный человек должен работать именно у вас, должен работать именно с вами. Вот почему? С другой стороны, если посмотреть, как раньше регулярный менеджмент работал, вот по классике он работал следующим образом. То есть, есть цель, есть планирование, есть координация, есть мотивация, есть контроль. Это, в принципе, очевидная вещь, но если посмотреть на то, как устроено большинство компаний, они далеки от этого. И даже наша вот большая компания, которая существует 18 лет, я могу сказать, что вот с точки зрения регулярного менеджмента у нас совсем все не так идеально, как хотелось бы. Мы только формальную стратегию бизнеса первый раз разработали год назад. Вот мы росли и без этого. Но когда компания вырастает, когда она переходит уже вот эти самые там 100-500 человек, большая разница управлять компанией в 100 человек и компанией в 500 человек. Вы без этих инструментов просто жить не можете. Почему? Потому что очень сложно управлять людьми согласованно, когда их много, когда много направлений бизнеса. И вот эти вещи, включая стратегию, это становится таким, да, основой, такой кристаллической решеткой, на которой вы можете строить действительно масштабируемый бизнес. А с другой стороны нам говорят о том, что нет, компании новой волны, они должны управляться по-другому. Это agile, это бирюзовые организации, структура вторична, все плоское, человек важнее процессов. И получается вот такой дуализм, да, то есть с одной стороны, если вы хотите быть лидером, вам надо куда-то туда, с другой стороны, нормально вы управлять не можете, если у вас нет вот этого. Это как всегда между agile, да, и вот то есть как вот сделать так, чтобы и продукт был хороший, и при этом еще и максимально быстро, и максимально учесть требования рынка. Очевидного ответа здесь нету. Я лишь говорю о том, что и вот эта история, и вот эта история, они очень сильно влияют на умы тех людей, которые работают с нами, а мы как управленцы должны тем не менее, вот в условиях вот этого всего, искать какой-то инструмент, который позволит долгосрочно людей мотивировать на работу в компании, долгосрочно работать с нами, долгосрочно делать так, чтобы вот тот огонь, о котором говорилось в первой презентации, он из собственника, из компании, тиражировался через тех людей, которые работают вместе с вами. Я вот нарисовал такую очень простую, на первый взгляд, картинку, но тем не менее, хотел бы ее пояснить, да, то есть картинка про то, что такое человек, и что такое компания, и как они соотносятся между собой. То есть есть компания, есть человек. человек может выступать в двух ролях, то есть есть роль там основателя, собственника, давайте там их объединим, да, есть наемные сотрудники. Если говорить про взаимодействие между компанией и человеком, вот здесь, наверное, и кроется вот эта вот история про то, как сделать долгосрочно единение целей, независимо от того, человек выступает в роли основателя, собственника или в роли наемного сотрудника. Давайте поговорим вначале про основателя. Вообще зачем создаются компании? Это очень неочевидная история, и понятно, что есть компании, которые создаются случайно, такое бывает, есть компании, которые это вот выстраданные какие-то вещи. Давайте мы сейчас попробуем такой средний портрет взять, и здесь есть несколько важных вещей, о которых я бы хотел бы сказать. То есть я считаю, что компания – это инструмент реализации основателя, то есть инструмент раскрытия его возможностей как человека. Это очень важно, да, почему? Потому что у него есть некие ощущения, зачем он пришел в этот вейер, у него есть вот это вот желание что-то делать, у него есть желание брать на себя какой-то риск, какую-то ответственность перед собой, перед обществом, то есть у людей разные мотивы, но тем не менее вот компания для него становится тем инструментом, который позволяет ему сделать вот этот шаг вперед. И здесь, ну как бы все понятно, да. С другой стороны, что очень важно, что при этом происходит принятие риска. Я думаю, что не все в этом зале понимают настолько глубоко, насколько понимают те люди, которые действительно рисковали, когда делали этот бизнес. И мы понимаем статистику, что огромное количество не доживает до первого года, до третьего. Но вот этот риск, он колоссальный. То есть человек отказывается от чего-то, он берет на себя этот риск. Это иногда финансовый риск, это иногда риск потерять время, это риск за отношения с людьми, риск за отношения с семьей. Вот этот риск, он принимается, и человек осознанно это идет, потому что в этом риске он и видит возможность для себя в будущем, он и видит вот эту новую картину мира, которая у него может сформироваться с использованием компании как инструмента. Прибыль, это я не сам придумал, это я взял из учебника моей дочери, которая учится в Англии в университете. У нее в учебнике написано, что прибыль это награда за риск. Это очень глубокое философское определение, тем не менее это действительно так. И дальше есть три основных вопроса. Много по этому поводу сказано. Очень многие компании знают как, немногие компании знают почему, и совсем немногие компании знают зачем. Если у вас есть ответы на эти три вопроса, то вы переходите как раз в позицию компании, у которых есть уникальная миссия, есть смыслы внутри, и тогда вам становится совершенно проще по-другому взаимодействовать с сотрудниками. Это если говорить про основателя. Теперь мы говорим про человека. Вот есть человек, возникает вопрос, а зачем ему вообще нужна компания? Вот зачем? Ну там есть тривиальный ответ на этот вопрос, чтобы зарабатывать деньги, но мы понимаем, что это не так. Рынок конкурентный, мы с вами хотим работать с лучшими людьми, и возникает вопрос, а почему они должны работать с вами? Почему они должны работать в вашей компании? Вот ответ на этот вопрос, он не совсем очевиден. Я для себя выделил по крайней мере четыре такие области, над которыми можно задуматься. Я считаю, что компания может давать человеку готовые инструменты для раскрытия его потенциала. Казалось бы, тоже очевидный тезис, но это не совсем так. Вот, например, мы за последний год, кстати говоря, с использованием того же самого Битрикса, очень сильно у себя расширили кусок, связанный с, например, планом годового развития человека. Ну, вот здесь рассказывают, зачем нужен HR в организации и прочее. Но я вас уверяю, что есть очень мало компаний на рынке, особенно в России, в которых построен процесс, когда идет диалог между руководителем и подчиненных, в рамках которого отвечает на вопрос, а как компания может помочь человеку в его личном развитии? То есть как ему дать там тренинг в какой-то платформе, это понятно. Но как сделать так, чтобы человек увидел вот эту картину мира, которая у него есть сегодня, картину мира, которая может быть завтра, и как сделать так, чтобы он пришел к ней с помощью компании? Это очень сложная история, но я вам говорю, что если вы людям будете давать такие инструменты, то для них это будет бесценно. Очень многие люди в России не умеют нормально управлять. У нас, я считаю, что высочайший непрофессионализм в области управления. Вот говорилось, да, по поводу этих четырех отчетов для финансового директора, всего лишь четыре отчета. Но поверьте мне, что это совершенно неочевидная история. То есть зачем нужен кэшфлоу? Относительно понятно. Ну денег нет, все, бизнес закончился. Зачем нужен пендель? Это как бы уже... Зачем нужен баланс? Я вас уверяю. Это совершенно неочевидная история. И по факту, чем больше вы будете давать инструментов для руководителей, для тех, кто потенциально может стать руководителями, чтобы они эффективнее работали, тем больше они смогут тратить время на себя лично. Тем больше они смогут тратить время на семью, просто потому что они будут более эффективно работать. И мой тезис, что если компания будет давать процессы и знания, которые помогут развивать, развивать эффективность, раскрывать потенциал людей, то это бесценно. Ценности. Я очень осторожно про это говорю. У нас в компании сформулированы ценности. Есть ответ на вопрос, какие ценности у нас. Но это очень сложная тема, потому что я видел массу компаний, особенно в области госкорпорации. Ты приходишь, там такая большая стена, наши ценности, там прямо перечислено. И ты идешь и спрашиваешь, а действительно у вас такие ценности? Они говорят, слушайте, не обращайте внимания. И вот этот вопрос ценности, почему он важен? Потому что если человек приходит в компанию и он чувствует, что эта компания, она разделяет с ним вот эти базовые ценности, то это очень мощный инструмент для раскрытия вот этого потенциала. А что такое ценности? Ценности – это то, что проявляется в действии. Вот ценности каждой семьи понятно. Почему? Потому что человек растет, он видит, как родители взаимодействуют друг с другом. Ну условно, там кричат они друг на друга, не кричат, ругаются, не ругаются, убирают постель, хоть чисто дома или нет. И вот он впитывает это с молоком, то же самое происходит в компании. То есть ценности компании, они проявляются просто в тех действиях, которые проявляются каждый день. Взаимодействуют люди? Нет. Есть слухи внутри? Нет. Есть конфликты? Нет. И в конечном итоге получается, что если вот этот фит, он есть, то эффект колоссальный. Команда. Здесь очень важный момент, дополняющие единомышленники. Оба слова важны. Потому что, как говорилось в докладах ранее, нет идеальных людей. То есть все мы не идеальны. Кто-то сильнее в продажах, кто-то сильнее в управлении проектами, кто-то в маркетинге, кто-то больше интроверт, кто-то экстраверт. И, конечно, работают эффективно именно команды. Если человек приходит и видит свое место в команде, и команда дополняет его, его эффективность многократно усиливается. И задача компании как раз подстраивать конкретного человека, если это правильный человек, если у него правильные ценности, под команду. То есть сделать так, чтобы команда дополняла его и совместно был максимальный эффект синергии. Видение цели. Очень важно, потому что многие люди не знают, чего они хотят. У них нет ответа на этот вопрос. У 90% людей нет ответа на этот вопрос. Если компания дает человеку ответ на вопрос, куда мы идем, как мы идем, если при этом показывается план, есть очень интересная книга Тони Шея, «Доставляя счастье». У него прям там отдельная глава, мне очень понравилось, что такое счастье применить на компании. Ну вот там дано определение, что на самом деле счастье – это просто предсказуемость будущего с точки зрения положительного прогноза. То есть если у человека есть вот этот прогноз на будущее, и он понимает, что он безопасен с точки зрения достижения, то его эффективность в работе она многократно возрастает. Поэтому если компания дает понятные цели, и эти цели расширяют картину мира человека и дают ему эффективность, дают ему ценности, при этом работает команда, которая дополняет друг друга, то, конечно, вот этот человек, который рожден, чтобы максимально реализовать свой потенциал, он в компании себя чувствует долгосрочно, счастливым, эффективным, он хочет себя применять к этой компании, и для него компания становится вот тем самым инструментом, который вынесен в заголовок моего доклада. Видите, здесь нет денег. Почему их здесь нет? Мы с вами работаем на конкурентном рынке. Вы не сможете людям платить меньше рынка. Вы будете платить так, как говорит рынок. Ваша задача – конкурировать в других областях, и если вы сможете предложить вот эти вещи, то, конечно, вы будете вне конкуренции. Если особенно вы это будете делать осознанно. Как найти баланс личного и рабочего? Если человек будет эффективен на работе, если вы ему будете давать нормальные инструменты управления своим рабочим временем, управления собственной эффективностью, у него будет время на то, чтобы и в личном плане все было хорошо. Вот я, например, свое годовое планирование начинаю с того, что я сажусь с семьей и договариваюсь по поводу времени, которое мы потратим в этом году на отпуск. Я, например, планирую в этом году пойти 4 раза в отпуск. Но я это буду делать планово. Но зато я работаю по выходным. То есть это как бы мой личный выбор. Я его делаю. Мне так нравится. И если вы сотрудникам будете подсказывать такие инструменты, если это будет вписываться в ту деятельность, которой они занимаются, я уверен, что они будут вам благодарны. Соответственно, что же делать? Вот что делать для того, чтобы компания стала таким инструментом, чтобы у вас работали вот эти сотрудники долго, эффективно. Ну, надо искать сотрудников, для которых компания – это интересный для них инструмент. При этом надо тогда понять, что у вас за инструмент, описать его, и когда вы ищете людей, вы можете именно с такой позицией с ними разговаривать, что у нас есть инструмент, мы вам его даем, давайте его используйте, и вам будет хорошо во всей истории. Развивать компанию, инструмент вместе. Это важный момент, потому что когда человек приходит и говорит, слушайте, ну вот ты пришел, вот есть инструмент, давай его вместе развивать. Если мы будем вместе развивать, всем же будет хорошо, потому что он работает на тебя, он становится эффективней, вместе мы можем больше и получаем эффективность, чтобы максимально раскрыть потенциал каждого. Знаете, люди говорят, я перерос эту компанию. Ну, надо посмотреть, отработан ли он три года, и чего он сделал для того, чтобы это были обоснованные какие-то заявления. Ну, допустим, это так, и он говорит, я перерос. Это плохо. Почему? Это значит, что он развивается быстрее, чем компания, вы не смогли его сделать инструментом развития вот этого инструмента. Другое дело, что очень много людей ходят по рынку, которые там больше трех лет нигде не работают, но я очень осторожно к этому отношусь. Это мое персональное мнение. Да, это вполне реально. Это вполне реально, если быть честным по отношению к самому себе, видеть возможности в том, что окружает нас, видеть вокруг людей, людей, у которых есть точно и знания, и опыт для того, чтобы развивать вот этот инструмент, ну и совместно, совместно двигаться вперед, двигаться вот в направлении, когда все вокруг людей, и с помощью сильных, правильных, честных, открытых, добрых людей можно очень много чего сделать. Спасибо. Спасибо. У нас, наверное, есть время. Да. Спасибо, Александр. Ну вот, через наше приложение поступают вопросы. Времени, правда, не очень много. Плотно. Поэтому вопрос один. Вот спрашивают, в чем отличие в управлении компанией из 10 человек и 100 сотрудников? Ну это очень просто. На самом деле, вот я бы назвал точку 50. То есть до 50 человек, это вот во всех написано, может управлять один человек. До 50 он может быть один, он может быть и продавцом, и директором, и финансовым директором. До 50 человек. Гениальные люди до 150, это гениальные. После этого вы должны начинать делегировать. Вот в этом основное отличие. То есть у вас не будет возможности контролировать все. Появятся люди, которые будут за вас контролировать, не только контролировать, но и мотивировать. людей. И в этом, наверное, основное отличие. Вопрос в том, где вы этих людей найдете, потому что если они такие, зачем им работать с вами, они могут сделать свою компанию. Вот в этом, наверное, основная фишка, то есть как сделать, чтобы вот эти люди, так назовем их, второго уровня, чтобы они работали с вами долгосрочно. И в общем-то про это и был мой доклад. Спасибо вам большое. Спасибо. Аплодисменты Александру. Спасибо. Александр Семенов. Спасибо большое. Как понять, кто вовлеченный делатель и тащит, развивает компанию вперед, а кто плохой делатель и эту же самую команду тянет назад? Почему в команде каждый должен понимать, что такое продукт? И главное, как собрать эту команду, такую команду мечты? Ответы на эти вопросы есть. Они есть у Екатерины Ким. Она абсолютно уверена, что люди – это главное. Ну и будущее за людьми. Екатерина, добро пожаловать на сцену. Ваши аплодисменты. Екатерина – директор компании iTrack. Спасибо за представление. Здравствуйте, коллеги. Рада вас приветствовать вновь на партнерской конференции Bittrex. Как меня уже представили, меня зовут Екатерина Ким. Я директор компании iTrack. Сегодня с вами поговорим на тему «Как собрать команду мечты?» и немножко расскажу сначала историю о себе. Я пришла в компанию iTrack менеджером по продажам и за небольшой период времени, доросла до исполнительного директора, а потом впоследствии выкупила компанию. И вот уже три года я являюсь собственником этой компании, и зачастую все эти три года мне все время виделась вот такая картинка. Мне все время представлялось, что моя компания выглядит примерно так. Как вы думаете, с кем из этих персонажей я себя ассоциировала? Да-да, конечно же, с тем, кто тащит больше всех, работает по 12 часов в сутки, несет на себе тяжелую груз ответственности и заинтересован больше всех в том, чтобы эта тележка куда-то двигалась. Скажите, пожалуйста, а кто-то из вас ассоциирует себя с этим же самым человеком? Супер! Спасибо! Я не одинока, и я думаю, что мой доклад будет вам полезен. Нет, конечно же, все это время со мной были ребята, которые помогали, которые разделяли мои ценности, которые также заинтересованы были в росте и развитии компании. Но были и те, которые, в общем-то, стояли отстраненные, и, в общем, все равно было где работать – в iTrack или в любой другой компании, лишь бы платили вовремя, да нагружали поменьше. А были и такие, которые, вы знаете, на первый взгляд отличные ребята. Еще все их любят, они практически друзья, но вот результаты работы у них полный ноль. И мне-то все время хотелось, чтобы моя компания выглядела вот так, чтобы тащила вся команда, а не только я, чтобы все были мотивированы и эффективны, и самое главное, чтобы все работали в одном единственном направлении. Я все эти три года постоянно экспериментировала с наймом, с мотивацией, с обучением. Как мы только не нанимали. Одно время мы проводили обязательные IQ-тесты, давали людям на собеседование, и нанимали только тех, кто набрал выше определенного порядка баллов. Потом мы нанимали тех, кто работает удаленно. Потом нанимали тех, кто работает только в офисе. Потом нанимали дорогих, потому что нам казалось, что они же уже компетентные и опытные. Но нет, оказалось, что научить проще, чем переучить, нанимали потом стажеров. Мы нанимали через кадровое агентство, нанимали по рекомендациям. И даже в один период времени мы нанимали только девочек, потому что в нашем офисе было порядка 90% мужчин. Заходя в офис, мне казалось, что я попала в армейскую казарму. Конечно, все эти механики давали определенные результаты, но в целом картинка не менялась. И вот на одном из последних обучений мне вдруг объяснили и донесли до меня, а что самое главное, что, собственно, важно при найме, на что нужно обращать внимание. Оказалось, что самое важное – это очень простая вещь. Это очень простая вещь, которая называется продуктивность. Продуктивность – это характеристика человека, которая показывает на то, были ли у него результаты в прошлом или настоящем, в работе или в жизни. Так очень просто. Нужно нанимать продуктивных людей. А продукт – это результат какой-либо деятельности человека, желательно ожидаемый. И люди, которые видят продукт в каждой своей деятельности, называются перформеры. Их на самом деле немного, порядка пяти процентов. Но эти люди способны к самоорганизации. Они сами себя мотивируют. Они в любой своей деятельности, как я уже сказала, видят продукт. Они сами видят, что нужно улучшить, какие решения принять. И сами же эти решения воплощают в жизнь. Это самые продуктивные люди. Есть еще люди, которые продукт не видят. В целом, как бы, ну, они работают, но конечную цель могут не видеть. Но они желают работать, и если им объяснить, что является их продуктом, то они могут быть очень эффективны. Ну, и есть третья категория людей, которые продукт не видят, и работать не желают, и вообще в целом всегда себе выпрашивают самые лучшие условия, а результата от них ноль. Они называются плохие делатели. Так вот, исходя из этого понятия «продуктивность», нам на работу нужно принимать только перформеров и хороших делателей. Ну, вы, наверное, увидели эту картинку и подумали, у меня должны работать только перформеры. Что же мне распыляться? Зачем я буду брать делатели? Лучше уж брать тех, кто всегда видят продукт, самомотивированный, самоорганизованный, и вообще они такие классные, замечательные. Я, собственно, после того, как начала эту механику внедрять в нашей компании, думала так же. Думаю, ну, я теперь умею же находить перформеров, буду набирать только перформеров. И вот у нас в начале этого года освободилась вакансия на менеджера по маркетингу. Вы, кстати, не представляете, какое количество откликов мы получаем на вакансию стажера отдела маркетинга за 15 тысяч рублей. Невероятно, воронка широчайшая. И вот у меня была большая практика, я с удовольствием потренировалась в собеседованиях и отыскивала только перформеров. И действительно, к нам приходили такие звездочки. Мне удалось среди вот этих вот 100 откликов найти порядка четырех стопроцентных перформеров. Значит, вышел человечек на работу, я прямо почувствовала какая-то сумасшедшая колоссальная разница. Ты даешь ему учебник по продукту, он тебе уже через 2 дня все сдает. Даешь ему задачу, пожалуйста, посмотри сайты конкурентов. Вот мы хотим обновить себе страницу по техподдержке. Он уже в этот же день выдает прототип. То есть результаты его были просто потрясающими. И вот даю ему одну задачу, вторую, третью. Он их все щелкает, как орешки. Говорит, Кать, а дальше что? Я говорю, ну, дальше вот, значит, кейсы нужно загружать в личный кабинет Битрикса, а потом еще туда отзывы надо загружать, акты по техподдержке, новости публиковать. Ну, в общем, все для того, чтобы зарабатывать баллы и чтобы мы росли в рейтинге Битрикса повыше. Он такой, да, понял. А дальше что будет? Я говорю, ну, а дальше все то же самое, только на Ruward. Он говорит, а дальше что будет? Ну, и то же самое все только на рейтинг Рунета. В общем, через неделю он сказал, что у вас классная компания, все замечательно, вы все прекрасные люди, но мне предложили проект, стартап и, в общем, я ухожу туда. Следом пришла еще одна девочка перформинг. Ситуация повторилась. И, собственно говоря, в этот момент я поняла, что, наверное, перформеры не уживаются не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с нами что-то не так. И действительно, перформеры — это в основном лидеры. Лидеры, которые всегда стремятся расширить свою зону деятельности. Они всегда стремятся улучшить свои результаты, и им всегда нужна конкуренция. Поэтому, если вы сажаете человека за рутинную работу, как у нас, чем у нас занимается стажер по маркетингу, он занимается тем, что он постоянно поддерживает наши позиции в рейтингах, то, естественно, ему работа это не подходит. На эту работу лучше всего нанимать хорошего делателя. А вот если вам нужен маркетолог, который разрабатывает для вас стратегию по продукту, который придумывает новые продукты, открывает новые рынки, то тогда, конечно, лучше брать перформеров. Но что точно я могу сказать — это то, что плохих делателей нужно найти и обезвредить. Так как находить этих продуктивных людей? Забегая вперед, сразу скажу, что их нельзя определить по резюме. Бывают хорошие резюме, два верхних смайлика, все классно у них описано, и рекомендации есть, и опыт подходящий, и образование классное, да и портфолио замечательное. Но определить, продуктивно они будут работать или нет, вы не сможете. То же самое и с теми, у кого плохое резюме. Может быть, написано, что просто разработчик на битриксе, а потом начинаешь с ним работать в деле, понимаешь, что он просто гений, а резюме он писать просто не умеет, и вообще он скромный и интроверт. Поэтому как же определить ту самую продуктивность? Определить продуктивность можно с помощью специального интервью по нужной методологии. Значит, состоит оно из трех шагов. Первое, что вы делаете, когда встречаетесь с вашим соискателем, вы ему объясняете, что такое продукт. Это очень важно договориться о понятии. Вы говорите, что я проведу с вами короткое интервью, где мы с вами поговорим про продукт. Продукт – это ожидаемый конечный результат какой-либо деятельности. Например, продукт пекаря – это хлеб. Продукт дворника – чистый двор. Продукт секретаря – что может быть продуктом секретаря? Удовольствие руководителя. Ну вот сложно померить. Ну, например, это могут быть вовремя отвеченные звонки. Хотя продуктов у каждой должности может быть несколько. И если соискатель говорит, да, окей, я все понял, дальше вы переходите непосредственно к серии вопросов. И после проведения интервью нужно будет обязательно удостовериться в правдивости тех данных, которые он вам оставил. Из чего состоит само интервью? Первое, что вы должны будете спросить, исходя из понимания, что такое продукт, назовите, пожалуйста, что было вашим продуктом на последнем месте работы. Перформер отвечает примерно так. Я был project-менеджером в веб-студии. Мой продукт – это оборот, закрытый актами. Не перформер, делатель отвечает обычно так. Я был project-менеджером веб-студии. Мой продукт… Ну, я писал техническое задание. Я ставил и контролировал задачи у разработчиков, и временами еще даже нанимал фрилансеров. Еще пример. Перформер скажет, я был аккаунт-менеджером. Мой продукт – это показатель клиентской лояльности и суммарный объем продаж с одного клиента. Не перформер говорит, я занималась продажами и вообще проводила встречи с клиентами, чтобы убедиться в том, что их лояльность к нам не угасла. И так далее. А еще очень часто не перформеры отвечают так. Я был маркетологом в веб-студии. Прошу прощения. Моим продуктом были сайты. В этот момент я обычно их поправляю. Назовите, пожалуйста, ваш конкретный продукт, а не продукт компании. Извините. Вообще говоря, я вчера заболела. Сегодня с температурой пыталась прийти в себя. Антибиотики мне помогли, но кашель не прошел. Еще минутку. Едем дальше. Вы понимаете разницу, да? Перформер всегда называет результат, а делатель всегда называет процесс. Если вам попался перформер, то следующая серия вопросов, которые вы ему адресуете, это то, как вы измеряли ваш продукт и сколько вы производили по сравнению с другими своими коллегами. Перформер всегда ответит на этот вопрос, потому что он привык измерять свои результаты и сравнивать с другими. Если вдруг вам человек, который назвал сначала свой продукт, не отвечает на эти вопросы, значит он не перформер. Вопросы для делателей. Скажите, пожалуйста, а как изменялся ваш объем работы, круг обязанностей, изменялась ли за время работы ваша зона ответственности? Если делатель хороший, то, скорее всего, у него все показатели росли и увеличивались. Если ничего не менялось или наоборот спадало, то делатель плохой. У нас есть специальная анкета для проведения интервью. Если вам нужно будет получить шаблон, то в конце будут мои контакты, вы можете мне написать, я скину вам анкетку. Итак, допустим, вы смогли находить перформеров и хороших делателей. Достаточно ли это для того, чтобы собрать команду мечты? Конечно же, недостаточно. Что нужно еще? Еще две составляющие. Первое. Вы помните, у вас работают не все перформеры. А значит, не все понимают свой продукт. А значит, вы должны расписать каждому его продукт на каждой должности. А лучше ценный конечный продукт, так называемое ЦКП. Расписать и обязательно спросить, чтобы этот человек понимал, чего вы от него ожидаете. Второе. Чтобы собрать команду мечты, нужно, чтобы ваши сотрудники были вовлечены в процесс. Вовлеченность по сравнению с продуктивностью – это не характеристика сотрудника. Это характеристика взаимоотношений между сотрудником и компанией. Вовлеченность – это показатель того, насколько ваш сотрудник готов выходить за зоны своей ответственности и делать больше на благо компании и достижения ее целей. И очень легко померить вовлеченность, когда вы понимаете, что ваши сотрудники рекомендуют вашу компанию в качестве работодателя для своих знакомых и партнеров. Но от чего же зависит эта вовлеченность? Как можно ее управлять? Как можно ее повышать? Вовлеченность напрямую зависит от того, насколько сотрудник понимает цели компании. Собственно говоря, когда я в 2018 году отходила от операционки, у нас образовались руководители в каждом из своих отделов, я заметила одну интересную вещь. Вот вроде бы те руководители, которые непосредственно мне подчиняются, полностью разделяют цели компании и принимают решения, исходя из наших целей, задач на этот год и в целом из миссии нашей компании. А те, которые работают непосредственно с клиентами, очень часто ими не руководствуются. И тогда мы решили написать цели компании непосредственно в учебнике по продукту, которые проходит каждый сотрудник, независимо от своей должности, когда устраивается к нам на работу. Будь это секретарь, менеджер по продажам, менеджер проектов или аналитик, все они в обязательном порядке должны сдать учебник по продукту. Зачем? Да для того, чтобы у нас информация не исказалась при передаче от владельца компании через руководителей, через старших менеджеров к конечному сотруднику. Для иллюстрации того, как может исказиться информация, мы буквально накануне с некоторыми нашими ребятами выехали заснять интересный ролик, который я предлагаю вам сейчас посмотреть. Называется ролик «Испорченный телефон». «Испорченный телефон» «Испорченный телефон» Субтитры создавал DimaTorzok Что получилось в итоге? Какой месседж был в самом начале? Да, вот так обычно и происходит. И не потому, что кто-то намеренно пытается исказить информацию, но потому, что такова жизнь. Итак, подведем итоги. Что нужно для формирования команды мечты? Первое. Нанимайте продуктивных сотрудников. Второе. Объясните каждому сотруднику вашей компании, что является его ценным конечным продуктом. Третье. Всегда повышайте вовлеченность вашей компании, и пусть каждый сотрудник понимает цели и миссию, и будет 100% ее обязательно вам сдавать в письменном виде. Если из моего доклада у вас возникло острое желание получить нашу анкету и начать интервьюировать на продуктивность, если вы прямо сейчас захотели записать продукт каждой должности и прописать цель и миссию компании в учебник по продукту, то моя цель на сегодня достигнута. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Sorry, sorry, я еще не закончила. Еще последний слайд. Да, последний слайд. Я обещала дать свои контакты для того, чтобы вы могли получить анкетку. Пожалуйста, рекомендую вам сфотографировать этот слайд. И здесь еще есть очень классный QR-код, который ведет вас в секретный чат тех, кто сегодня поедет на автопати после конференции. Приглашаю всех партнеров продолжить обсуждение сегодняшней конференции, впечатлений и итогов в ресторане. Сытый лось. Спасибо. Теперь все. Спасибо, Екатерина Ким. Екатерина, есть несколько вопросов, которые поступили через мобильное приложение конференции. Найдете в себе силы ответить? Да, да, я все в порядке. Хорошо. Почему решили убрать IQ-тест? Ведь это практикуют крупные компании. Прокомментируйте, пожалуйста. Да потому что IQ-тест оказался неважен на разных должностях. То есть есть задачи, которые действительно рутинные, там не нужно обладать каким-то супер логическим складом ума, где нужны какие-то решать сложные задачи. Ну, можно было бы оставить тогда именно для тех областей, где IQ-тест мог бы показать какие-то релевантные результаты? Да. Дело в том, что IQ-тест занимает очень много времени. На собеседование, когда человек приходит к вам в офис первый раз, давать ему IQ-тест на два часа, это негуманно. Понятно. Хорошо. Исчерпывающий ответ. Еще один вопрос. Как преодолеть шаблон, стереотип? Лучше сделаю сам и не бояться делегировать задачи. Ну, собственно, вы с этим справились. Ну, как это сделать? Приоритеты. Очень важны приоритеты. У меня на 2018 год стояла задача выйти из операционки. Это было единственным моим главным приоритетом, потому что мне очень сильно хотелось заниматься направлением по внедрению CRM. Собственно говоря, все зависит от ваших целей. Понятно. Спасибо большое. Екатерина, Ким, ваши аплодисменты. Катя, выздоравливайтесь скорее.